доброго времени суток добрый приветствую вас на нашем канале мастер совбали и тема сегодняшнего нашего выпуска завтрак самый главный прием пищи почему мы решили затронуть эту тему общаясь с нашими клиентами давая им рекомендации по поводу питания сбалансированного питания столкнулись следующей проблемой у большинства людей возникает проблема правильного обильного завтрака и так мы сегодня решили разобраться что же такое завтрак и почему он так важен человек по сути он как машина с утра заправил полный бак бензина и целый день ездит по своим делам так и человек после правильного обильного завтрака целый день он выполняет какой-то ряд своих жизненных функций он работает он тренируется он занимается семьей и детьми конце концов он просто живет и чтобы выполнять эти функции ему нужно пища горючая топлива называйте это как угодно и самый главный прием пищи это все-таки завтрак что происходит с нашим организмом ночью ночью мы находимся состоянии покоя 8 часов надеюсь вы тоже не ели 8 часов организм не ест за это время организм восстанавливает потраченную предыдущий день энергию плюс добавки еще и обезвоживание организма который происходит за ночь организм тратит все накопленные ресурсы на восстановление вашей энергии и естественно ваш утренний рацион напрямую зависит от вашего образа жизни но сегодня мы будем говорить не о всех людях конкретно а о спортсменах людях занимающихся спортом которые пришли недавно в спорт естественно бывалые спортсмены вопрос с питанием давно решили но мы сегодня говорим о наших клиентах о людях которые тренируются недавно и для которых это все-таки проблемка правильно позавтракать и о людях которые с утра вообще не едят и не могут кушать вот да потому что эта проблема связана с разными факторами дальнейшем мы рассмотрим какие именно кто-то не может есть определенные продукты которые мы покажем что мы едим большинство это трудно кто-то не может есть по причине избыточного ужина мы тоже ради с ним почему так происходит в чем пели завтраком во время завтрака мы можем себе многое позволить многое из того что мы любим не ограничивая себя запретами жесткими ограничениями потому как в дальнейшем у нас предстоит тренировка то есть завтрак это своего рода интеллигенция на грехи который позволяет нам съесть немножко больше чем можно или чем нужно и немножко можно побаловать себя теми плюшками которые на ужин например будут уже конкретно противопоказаны если представить наш дневной рацион форме пирамиды допустим сверху вниз или снизу вверх то представьте себе вот маленький завтрак потом человек обедает обильно и естественно вас восполнив все затраченные калории он ужинает фигура человека такого же также выглядит как пирамида снизу называется пищевая пирамида да мы не будем сегодня сильно много умничать попробуем сеть максимально доступным языком в то же время если человек обильно завтракает седает столько потом у него все равно наступает правильный обед и в обильном ужине уже нет необходимости то есть необходимое количество калорий которые нужно человеку для жизнедеятельности в течение суток он уже получил но при этом не происходит деформации фигуры значит представьте себе такую небольшую схемку что у нас происходит течение дня допустим возьмем какую-то общую цифру например 100 и будем привязывать калорий и просто цифра 100 будем считать что эти как бы бал или единицы они соответствуют приему пищи завтраку обед или ужину как правило многие люди которые недавно пришли в спорт как они завтраку как я называл словами одной своей клетки кофе и сухарик то есть это даже назвать приемом пищи толком нельзя то есть действительно пьется чашка кофе что-нибудь съедается незначительную и и очень многие ошибаются завтракая например какой-то небольшим количеством белковой пищи кто-то может съесть легкий омлет кто-то может съесть какой-то творожок сладкий что в этот момент происходит организм получает сигнал он вроде бы поел но как известно наша энергия это наши углеводы сложные углеводы вот избегая примеру употребление той же каши неважно овсяночка или рис это может быть разнообразие в продуктах тут достаточно большой выбор то есть не получил сложных углеводов мы не мы не заправили организм насыщение определенное в желудке есть но энергетического запаса для выполнения работы в течение дня будет недостаточно и это будет видно сразу же на первой же тренировке будто на днем будто на вечером то есть в середине тренировки человека просто уже опускаются руки а теперь мы разберем как лучше позавтракать чем лучше позавтракать какие продукты можно использовать какие используем и и какая может быть альтернатива для начинающих которые возможно не смогут закрыть какое-то время так как бывалые спортсмены или просто люди активно занимающиеся спортом у которых метаболизм разогнан до определенного уровня сейчас попробуем разобраться что происходит в организме человека при слабом завтраке или наоборот при сильном завтраке представьте человек поел немножко выпил кофе что-нибудь съел там бутерброд как это часто бывает дальше он едет на работу и уже через какое-то время естественно дожидается обеда чтобы быстрее пообедать слава богу обедают люди более-менее нормально кто-то берет еду с собой кто-то ходит ближайшую столовую или кафе обед происходит как в кино по классической схеме первое второе и компот дальше дальше через какие зависимости от рабочего графика от рабочего дня человек как это сейчас модно говорят многие нутрициологи забивая служил какими-то перекусами кому-то это помогает кому-то не помогает это отдельная тема для разговора мы не будем сейчас говорить ни за ни против этих перекусов так называемых но сразу скажу что мы против вот и дальше он попадает домой улау вся семья в сборе и что здесь происходит семейный ужин конечно же человек за день устал он потратил свои калории свою энергию для выполнения работы которую делал на работе он сходил на тренировку хвала ему потратил еще больше энергии и на ужин организм требуют восполнить вечером организм требует восполнение всех потраченных калорий и всей затрачены в течение дня энергии у вас есть два варианта можно эти все калории с лихвой восполнить прошу заметить на ужин очень тяжело остановиться если человек сзади не устал и проголодался то есть у многих отсутствует просто тормоза чтобы остановиться и поужинать скромно опять два варианта что происходит если человек обильно поужинал так как вечером организм свою активность снижает неважно легливый спать в 9 часов или любви спать в 11 часов активность физическая активность организма он готовится к сну падает метаболизм замедляется те калории которые необходимы для восстановления за день потрачены все энергии он конечно же взял остальные зная что утром его не покормят он отложит запасник во всеми вами любимые в кавычках бока бедра там не знаю кому-то в щеки кому-то в шее куда угодно но он их запасет он хитрый он скажет меня утром не покорен мне надо запастись энергии и вот здесь происходит деформация фигуры вариант номер два можно себя конечно ограничить и ужином поесть очень скромно что происходит в этот момент если вы слабо позавтракали более-менее нормально пообедали и слабо поужинали организм не получит те 100 единиц которую мы изначально озвучили он не получит то есть он не восстановится не восстановит свой энергетический запас энергетический баланс так может происходить день так может происходить два три может даже неделю что происходит потом постоянное невосполнение энергетического запаса приводит к негативному стрессу дальше это сказывается на вашем сне то есть вы не просто не восстановились вы еще и плохо спите то есть вы еще и получаете огромный минус от недосыпа дальше идет все просто это приводит к скачкам артериального давления это приводит к повышению стресса что в свою очередь никак благоприятно не может сказать на ваших результатах тренировок то есть тренировки пойдут не в гору наоборот вниз результаты начнут падать многие начинают болеть потому что тренируясь говорится на невосстановленный организм накладывая постоянно увеличивать количество работы это приводит негативному стрессу который однозначно приведет к болезням то есть ничего хорошего не получится то есть два варианта либо болезни нарушение сна нарушение давления то есть ухудшение иммунитета препятствия болячка внешним падает вниз либо же переедание вечерняя которая ведет деформации фигуры а дальше мы разберем что можно есть на завтрак что можно не есть что можно себе позволить варианты вы выберете максимально благоприятный для вас надеемся вам это поможет всем приятного аппетита сегодня мы снимаем в гостях у нашего главного технического директора моего большого друга дима и естественно например для нашего завтрака мы покажем то что есть у него в холодильнике принципе этот завтрак не сильно будет отличаться от моего завтрака или от нашего друга андрея шарапова и одни от других наших коллег то есть все мы приблизительно плюс минус завтраком одинаково и так давайте же разберем что же мы едим вот типичный пример курица куда же без нее это наш источник белка грамм 200 200 на ну тут уже каждый выбирает как мы уже говорил ранее по объему продуктов каждый решает для себя то есть если это человек находится в какой-нибудь при соревновательной подготовки например этом на масса наборе естественно объемы растут метаболизм увеличен для начинающего вы не пугайтесь этого всего количества и все главное сохранить состав продуктов но количество каждый естественно под себя подбирает индивидуально то есть курица наш источник белка грудка мало жира мало холестерина много белка это хорошо это наш стройматериал который собственно составляет нашу мышечную ткань теперь самый главный камень преткновения с утра который не всем лезет не всем доступен не всем желателен это каша данный момент это гречка ну как я уже показывал пусть мы едим и овсянку и рис и пшеничную кашу люблю все дима тоже здесь мы как бы все едины что такое гречка гречка это наши сложные углеводы это то самое топливо которое дает вам заряд энергии на целый день которая дает вам возможность топлива который этот возможность провести качественную полноценную тренировку первую очередь не на полу спущенных не надрывая свои жиры сухожилия получить удовольствие от процесса ибо тренировка на недогруженный желудок натощак это никогда не будет в удовольствие она вас будет ломать и внутри организма на следующий раз будет формироваться такое себе демотивация противодействия организм будет искать причину не пойти на тренировку а всего лишь потому что он с утра нормально не поел и у него не будет желания к обеду идти себя нагружать он хочет будет есть и спать далее салат последнее время очень удобно можно использовать салатный микс у кого нет времени кромсать огурцы и помидоры вот тут уже набор всего необходимого можно заправлять и вон дима ты каким маслом заправляешь оливковое масло но иногда и кунжуктовое масло потому что а я люблю льняное там три омеги не насыщенную дополнительным пивом а я в салат так пить не люблю ну да я еще полюбляю добавить соевого соуса не знаю почему мне вкусно слегка напоминает суши которые есть но привкус прикольный то есть это все очень быстро с утра насыпал полил готовым каша мясо естественно всегда заготовлены в холодильнике заранее что с утра ни у кого нет времени это все варить с этим возиться если конечно вы не богаты у вас нет собственного повара и теперь переходим к главным прелестям завтрака то есть мы можем себе позволить некоторые излишества печеньки на ужин они естественно уже противопоказаны они бесполезны нет мы не призываем их есть но это можно если у вас хороший метаболизм вы качественно тренируетесь вы можете себе позволить такую небольшую медальку для своего мозга который будет понимать что его ни в чем не ограничивают его ничего не урезают и с утра ему будет приз есть альтернатива вот например смесь и сухофруктов и орехов вполне себе под кофейок заходит изюм ну курага мы не стали выставлять весь набор возможных сладостей которые можно себе позволить на завтрак это уже говорится ваша фантазия и ваши вкусовые предпочтения вот но с кофейком вот вы увидели типичный завтрак спортсмена или же человека который более-менее находится на продвинутом уровне с хорошим метаболизмом это правильный завтрак он сытный он эффективный калорийный даст возможность вам 3-4 часа нормально потрудиться перед тем как вы доживете до обеда но есть варианты которых мы вам скажем в следующем блоке и так дорогие друзья как я уже вам ранее сказал пример нашего завтрака к сожалению не всем подходит не всем он с утра полезет поэтому есть альтернатива так как мы уже говорили главное это углеводная загрузка утренняя особенно в день тренировки то есть и не все любят есть пресную курицу или какую-то кашу тонну соленую но как отмечено и замечено многие люди полюбляют с утра сладенько поэтому есть хорошая альтернатива и сегодня мы вам покажем мы приготовим овсянку любые овсяные хлопья которые не слишком быстрого приготовления более-менее нормально которые вы найдете в соседнем магазине вам подойдут эта овсянка будет сладкая но сладкое мы и сделаем с помощью меда вот добавим фруктозы а именно изюма и ореховой смеси можно любые орехи добавить которые дадут как бы тоже небольшой источник белка и того у нас получится сложные углеводы простые углеводы мед очень полезен не будем напоминать чем также в кашу можно добавлять фрукты по желанию яблоки бананы но это тоже в дальнейшем с ним можно делать можно не делать печенье это осталось с прошлого завтрака которыми тоже можно закусывать и как я уже сказал орехи и так внимание начинаем готовить итак дорогие наши слушатели почитаем наш альтернативный завтрак готов давайте разберемся что мы в итоге получили мы получили дикую смесь люту сложных и простых углеводов также благодаря орехам подняли белковый индекс этого завтрака мед вообще штука полезная для здоровья не буду говорить ничем принципе вредного ничего нет сахара нет мед полезен сложные углеводы хорошо изюм фруктоза хорошо бананы вкусно как минимум калий и все остальное тоже полезно и хорошо по поводу фруктов возможно даже такой завтрак не каждый сможет с утра в себя осилить поэтому можно его разделить на две части кашу тут рецепт вариант который увидели показали можно съесть дома фрукты можно с собой взять например на работу и съесть их буквально через час мы не называем это перекусом это будет второй завтрак ланч или еще как угодно то есть просто разделили его на две части дальнейшем сразу забегу немного вперед также можно поступать и с обедом если у вас есть возможность обед разделить на две части это тоже будет хорошо чем меньшими порциями вы едите тем легче вашему организму эту пищу переваривать усваивать все полезные вещества меньшим метаболизм будет на высоте теперь естественно при таком набили углеводов печеньки нам уже не нужно это уже будет слишком лишнее поводу фруктов я сказал можно добавлять их сразу можно разделить на две части и сделать второй завтрак подвигаем теперь по поводу объема и вообще что себя это все представляет такой завтрак хорошо позиционировать как утоний десерт это сладко это вкусно с кофе хорошо заходит большинству начать завтракать именно таким образом гораздо проще чем запихнуть себе кусок мяса и гречки почему ну так наверно устроены так наверное с детства наша психика воспринимает еду сладенькая это как поощрение это как вкусно это как приятно все что полезное большинство не всегда завтра сделать жиденько это можно выпить даже даже не надо заморачивать да по поводу густоты густоты объемов и пропорций это каждый для себя решает кому тяжело жевать нужно запивать кофе можно сделать пожиже можно сделать на молоке кто нормально относится к молочке сейчас большая разновидность молока то меня и овсяная есть соевая и какой-то безлактозная тут вариации миллион все зависит вашего фантазии от вашего вкуса и от вашего желания главный наш позыв завтракайте чем больше вы позавтракайте тем меньше вы сможете тем меньше вы можете позволить себе поужинать чем меньше вы поужинаете тем меньше у вас будет склонность деформации вашей фигуры опять же спорный вопрос пищу запивать или не запивать но это отдельная тема при крициологи забывают я люблю кайфовать поэтому мне моему например организму желудку я по нему ориентируюсь по его сигналам я не запиваю я пью отдельно то есть не хватает поесть потом отдельно это кофе потом отдельно я свои печеньки кто-то возможно не может ну как мы уже сказали можно густоту этой пищи каши регулировать то есть много таких тем на которые можно снимать по каждый отдельный ролик запивать не запивать сколько воды пить не пить что с чем сочетается то кто-то горит каша с мясом не сочетается кто-то говорит сочетается каждая эта тема может занять отдельный ролик для обсуждений но главный позыв нашей сегодняшней передачи это донести людям необходимость особенно начинающим спортсменам или тем которые хотят начать спортом заниматься и которые хотят перестроить все-таки свою жизнь свое питание сделать его более сбалансированным и ненавижу слово диета подразумевает какие-то ограничения лишения свободы у нас и так слишком много в жизни поэтому давайте наслаждаться ею давайте питаться вкусно правильно желательно и результаты от ваших тренировок будут незамедлительными они заставятся долго ждать каждый хороший завтрак мощный это каждая хорошая тренировка каждая хорошая тренировка это ваш новый шаг к новой жизни к новому телу к новому состоянию души хочется отметить одно большое преимущество такого вида завтраком это его простота простота и быстрота приготовления как вы видели на нашем ролике овсянка это не требует варки если конечно заранее там не хотите что-то сварить приготовить вам совсем лень но времени это заняло ровно на кипячение воды на настаивание то есть принцип пока она ставится вы могли умыться сделать все свои утренние домашние дела засыпание основными ингредиентами сами понимаете тоже две секунды то есть по сути дела это такой полезный десерт кто сочетается с которым который готовится в течение 10 минут поэтому всем приятного аппетита подписывайтесь на наш канал ставьте лайки присылайте свои вопросы на все что сможем ответим все что сможем покажем всегда ваши мастер совбаде дмитрий константин и андрей шарапов нами позитива по жизни май